Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков на канале MyJetru. На меня всегда обижаются владельцы автомобилей Mazda, потому что мы уделяем им мало внимания. Это не так просто. Из нашего ассортимента не так много идет на автомобиле Mazda, тем более такие автомобили уже выпущенные давно. Мы стараемся ситуацию эту исправить. Я с каждым заказом, который мы делаем в Японии по продуктам, в частности по фильтрующим элементам VAC, мы всегда делаем акцент на дополнение по старым автомобилям, в том числе и по Mazda. Для Mazda сегодня мы добавим 4 фильтрующих элемента. Они только у нас пришли. Мы сегодня добавим их на наш маркетплейс. Это будет Wildberries Ozone Megamarket. Все ссылки в описании к этому видео будут. И добавим их в наш ассортимент, на наши склады. Поэтому можете смело их у нас покупать. Давайте я расскажу вам, что у нас пришло. У нас пришло 2 фильтрующих элемента масляных. Это первый C420 с артикулом по Mazda SH011432A. Давайте я сделаю, наверное, переверну вот так, чтобы было понятно, на какие ДВС и по каким годам, вернее, он подходит к автомобилям. Сделать стоп-кадр мы снимаем в 4К, поэтому, в принципе, вам, наверное, будет хорошо видно. Вот это первый вариант. Побольше фильтрующий элемент немножко. Второй вариант это у нас C422. Он подходит, соответственно, на двухсплавинчатые движки. Это CX5, CX8, Mazda, Mazda 6 с 2011-2018 года, которые идут. Вот у него артикул PI8W14302. Давайте тоже сейчас сфокусирую на таблице по применяемости. Тоже сделайте себе скриншот, посмотрите. 422-й фильтрующий элементы редкие, и на самом деле они не так часто встречаются. Мы добавим их сегодня. По воздушнику. Воздушник у нас идет A487 VAC с артикулом, соответственно, PAH9133A0A. Он подходит для CX30, для тройки некоторых моделей Mazda, и для китайской Mazda CX30, который не CX3, а CX30, который сейчас тоже встречается. Вот у нас был по нему запрос. Вопрос частный, почему VAC некоторые свои фильтрующие элементы делают в таких вот упаковках без опознавательных знаков, не зеленых, а таких бежевых. Это очень древние явления, они делают так уже много-много лет. VAC, Aiken Industries, вернее, который производит фильтрующие элементы VAC, или простонародные, как у нас называют их, ВИК, это компания, которая очень много всего размещает на аутсорсе. У нее своих мощностей практически не так много. У них есть завод свой, конечно, но у них мощностей своих немного. Они размещают на аутсорсе очень много. Иногда делают заказы и не в Японии, в некоторых других странах. Они в Сингапуре заказывают, в Тайланде, в Китае. Некоторые фильтрующие элементы VAC, воздушные, это касается только воздуха. Делают на заводах сейчас, которые качеством, ну, немножко хуже, чем японские, там, мягко скажем, визуально, по крайней мере. Люди, многие об этом спрашивают. Но так и есть. Но ситуация такова, что, к сожалению, многие производители поступают именно так. Аутсорсы заказывают продукцию свою сейчас в Японии, в которой находятся производители непосредственно. Напомню, что Экинэд, кстати, находится в Японии физически. У них есть завод в Японии, но в Японии они ничего не продают. Они делают все на экспорт. Делают на экспорт, и что греха таить, в основной массе это все поставляется в Россию исторически. Вот это не для России специально сделало. Делать они продают и в других странах, конечно. Вот, тем не менее, в России поставлялось очень много. Заводы находятся в Японии. И по фильтрующим элементам масляным и фильтрующим элементам салонным, качество просто офигенное. Реально непререкаемое качество, потому что картриджи фильтрующих элементов используются в Японии совершенно везде одинаковые. Ну, единственное, что у НИТа там свои есть типичные картриджи, но тем не менее не все. Некоторые они тоже используются одинаковые. Такие же, как PIA, такие же, как VAC и так далее. Потому что, открою вам большую тайну, может быть, кто-то не знал об этом, картриджи, которые стоят в корпоративных фильтрах, картриджи, их производят не VAC, не NIT, не PIA. Их производится совершенно другая структура. Ну, они тоже производят часть небольшую. Вот, поэтому по воздуху. Ну, такая ситуация. Вот этот фильтрующий элемент, кстати, он сделан неплохо достаточно, да. Но есть некоторые фильтрующие элементы, VAC, которые, скажем так, на аутсорсе сделаны по воздуху только касается так себе визуально. Вот, ну, приходится с ним бороться. По салонам вообще, это просто эталонные фильтрующие элементы. А, салонный, извиняюсь. Салонный фильтрующий элемент, он подходит для Mazda, Mazda A3, Mazda тоже CX-30. Давайте покажу вам тут поближе. Приближу. Мы уже делали с вами такой небольшой тест нашего микроскопа, который у нас есть, такой профессиональный. И смотрели, как устроен угольно-фильтрующий элемент, VAC. Там он как-то очень сложно устроен. У него там три каких-то там слоя, короче, вообще такой какой-то очень-очень-очень серьезно сделанный. Вот, сделаем уже более подробный по микроскопу такое сравнение. Может, сравним русские какие-нибудь фильтрующие элементы, салоны угольные. Вот, это угольный салонный фильтр. Он выглядит просто шикарно, реально. Он уже такой, ну, идет со стандартной такой, как называется, в общем, с крышечкой. Вот, здесь инструкция, здесь есть табличка специальная для наклейки, наклейки, вернее, по тому, когда вы заменили фильтрующий элемент. Без, просто безупречное качество. Сделан очень хорошо. И реально у него бумага фильтрующего элемента, штора сама, она реально трехслойная, реально какая-то суперсложная, прям так навороченная. Думаю, что это очень важно, именно состояние самой бумаги. Напомню, что салоны фильтрующие элементы нужно менять, ну, блин, раз в сезон точно. Ну, ребят, это же ваше здоровье. Вы должны заботиться о своем здоровье, тем более в нашей среде, в нашей атмосфере, где у нас в Новосибирске, там, на улицах, что творится с пылью, и что творится там с грязью и с выхлопами, это капец просто полный. Поэтому, конечно же, меняйте почаще салонные фильтрующие элементы, потому что это ваше здоровье, это ваша жизнь, вы продлеваете тем самым себе жизнь. Это, причем не пустые слова, это на самом деле реально работает. Вот, меняйте чаще, раз хотя бы в сезон, не забывайте. Все эти четыре фильтрующих элемента мы добавим сегодня, так что, маздоводы, пожалуйста, пользуйтесь. Скоро добавим еще для мазы на некоторое количество по масляным, там пара придет фильтрующих элементов для дизелей. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru, поставьте лайки, жмите колокольчики, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok